Поезд с одним вагоном подъехал на станцию Апатиты в 9 вечера. В нем спасатели и две туристические группы. На перроне туристов встречают медики. Дети ведут себя спокойно и самостоятельно добираются до автобусов, которые ожидают их на парковке возле железнодорожного вокзала. Специальные автобусы были подготовлены заранее, поэтому детей сразу разместили в них. Сейчас их отправят в пансионат Изавелла и там они пробудут столько, сколько нужно. Это заявил глава администрации Апатитов. На то, чтобы организовать встречу детей, у руководства города было несколько часов. До этого почти сутки юных туристов ждали в Мончегорске. Первоначально группу планировали доставить со станции Имандра на снегоходах. Но погода в Хибинах начала портиться и, чтобы лишний раз не рисковать, глава региона и спасатели договорились с РЖД о доставке детей поездом. С того момента к приему гостей стал готовиться апатитский пансионат Изавелла. Там же будет проведен усилиями врачей скорой медицинской помощи и усилиями врачей Апатитско-Кировской центральной городской больницы в присутствии главного врача. Кто будет нуждаться в госпитализации, будет госпитализирован в Кировск. Соответствующее отделение, надеюсь, таких не будет. В пансионате детей также ожидали медики. Из Мурманска приехали психологи. Также к юным туристам выехала уполнобоченная по правам ребенка Левтина Андреева. Дети абсолютно себя удовлетворительно чувствуют. У них у всех хороший аппетит. Все пошли кушать. Никаких жалоб они не предъявляют. Они осмотрены медиками. Дети размещены в комнатах. Психологи и медики дежурили в пансионате всю ночь. Вопрос о доставке детей домой в Санкт-Петербург пока не решен. Сейчас с детьми работает следствие. Напомним, 22 марта следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека». Из-за схода снежных масс в горах одна из туристок, 12-летняя девочка, скончалась. В настоящее время на месте происшествия следователям и криминалистами следственного управления произведен осмотр, в ходе которого установлено место и высота схода снежной массы. Длина и ширина снежного языка, глубина снежного покрова. Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине полутора метров. Для установления причины смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза. Следствие установило, что руководители тургруппы перед выходом в многодневный лыжный поход не учли сложный рельеф маршрута, состояние и объем снежного покрова. На третий день, когда туристы ушли на 10 километров от станции Имандра, их путь проходил близко к возвышенности, на которой нависла снежная масса. В итоге она обрушилась, что привело к трагичным последствиям. Спасатели прорубали дорогу всю ночь. Детей пришлось доставлять к станции на снегоходах. У многих оказались сломаны лыжи, проложить путь самостоятельно они не могли. На следующие сутки, когда группа была успешно эвакуирована, оперштаб принял решение доставить к станции еще одну тургруппу, которая также находилась на этой горе. В итоге в Апатиты приехали 38 человек, большинство несовершеннолетние. Анастасия Степанова, Борис Савельев, Павел Удалов, ТВ21+.